Всем привет! Вы на канале Скрипник Фото. В сегодняшних фото новостях. Fuji готовит премьеру. Sony готовит премьеру. CP Plus анонсирует 20 участников. Алейка не парится и объявляет кевларовый M10P. Поехали! Компания Fujifilm анонсировала дату саммита Global X 2021. Событие начнется 27 января в час дня по Гринвичу. Ресурсы, связанные со слухами, предполагают, что компания покажет следующие новинки. Первое. Это новая среднеформатная камера Fujifilm GFX100S. Ходит много слухов вокруг этого монстрика. Посмотрим, насколько будет адекватной цена новинки и что в нее добавят нового. Второе. Это компактная кроп-камера со сменной оптикой Fujifilm X-E4. X-E3 уже везде обозначена как снята с производства, так что все вполне логично. Третье. Объектив Fujifilm XF70-300mm f4-5.6. И тут хорошие новости. По всем предполагаемым объективам уже есть утечки. Так что рассматриваем внимательно. Но кроме картинок больше данных нет. Четвертое. Объектив Fujifilm GF80mm f1.7. Та же ситуация. Картинок много, а информации 0. И пятое. Еще один объектив, который придет на смену текущему. Fujifilm XF27mm f2.8. Опять имеем картинки без информации. Как итог. Ждем 27 января и смотрим презентацию онлайн. Ссылок на трансляции я пока не видел, но прошлые проводили на канале Fujifilm X-Series. Да и я посмотрю трансляцию вместе с вами онлайн, если вдруг съемки меня не утянут. Так что встречаемся на канале 27 января примерно в 14.30 по Киеву и 15.30 по Москве. Посмотрим вместе презентацию и обсудим новинки. Новости канала. Быстренько. В среду вышел видос про сравнение Nikon Z6 и Nikon Z5. Ссылочка в подсказке и в описании к этому видео. Также мы преодолели отметку в 400 подписчиков в нашей телеграм-группе про Nikon. Никонист ты или не Никонист, а подписаться стоит. Мы там постоянно зависаем. Ссылочка в описании. Компания Sony назначила анонс на 26 января. Как пишет Sony Alpha Rumors, в отличие от предыдущих анонсов Sony Alpha 7S III и Alpha 7C, этот анонс очень закрытый и только офис в Токио знает подробности об этом загадочном событии. С ними якобы связался надежный источник, который сам точно не знает о чем речь, но что-то таки немножко слышал. По его словам, во вторник Sony представит новую RX-камеру с первой в мире полнокадровой изогнутой матрицей. И именно поэтому анонс так и называется. Тот, кого никогда не видели. И камера будет использовать более светосильный объектив, чем 35KF2 на Sony RX 1R II. Также говорят, что последуют и другие анонсы камер вскоре после 26 января. А еще есть предположения об анонсе альфа-камеры с возможностью записи видео в 8К, камеры среднего формата с новым байонетом и объективов с максимальной диафрагмой f1.2. Ну, сами видите, все очень-очень расплывчато, загадочно, и каждый предполагаемый анонс может расцениваться как то, чего никто никогда не видел. В общем, предлагаю вместе посмотреть презентацию во вторник 26 января, также на нашем канале. Начало в 17.00 по Киеву и 18.00 по Москве. Так что начнем стрим примерно за 20-30 минут до старта презентации. И хоть начало года вышло, мягко говоря, очень скучно на анонсы и слухи, думаю, в феврале будет пожарче. Выставка CP Plus опубликовала список из 20 компаний, которые на данный момент зарегистрировались для участия в онлайн-шоу. CP Plus 2021, которая пройдет с четверга 25 февраля по воскресенье 28 февраля. Архивы выставки будут доступны для всеобщего просмотра до среды 31 марта. CP Plus 2021 была переведена в онлайн после того, как стало ясно, что пандемия пока не утихает. События включают в себя обилие разного контента, мероприятия для организаторов, мероприятия для участников и различные семинары. Я уже зарегистрировался и буду стараться освещать основные премьеры. Думаю, нас ждут новинки от Nikon и Canon. В особенности от Canon, а они всегда что-то показывают в рамках CP Plus. Компания Pergear анонсировала новый беззеркальный fisheye объектив для камер APS-C с ручной фокусировкой. Pergear 10 мм f8 для байонетов Sony E, Nikon Z, Fuji X и Micro 4.3. Фокусное расстояние в 35-мм эквиваленте 15 мм. Диафрагма постоянная, без возможности изменения f8. Оптическая конструкция 5 элементов в 4 группах. Минимальная дистанция автофокусировки примерно 30 см. Вес примерно 90 грамм. Цена объектива составит около 80 долларов США. По слухам, следующее обновление прошивки Canon EOS R5 должно быть выпущено примерно в феврале. Также предполагается, что бета-версия уже доступна на тестовых камерах, но пока никаких утечек не было. Скорее всего, новая прошивка добавит в R5 поддержку Canon Cinema RAW Lite. Это облегченный RAW-видео, C-Log 3, Full HD 120 кадров в секунду, ну а также будут стандартные корректировки и исправления. Компания Leica выпустила новую версию камеры Leica M10P Reporter. Главное в этой новинке это отделка корпуса из кевлара. И, конечно же, эксклюзивная цена в 8795 долларов США. Leica M10P Reporter окрашена в темно-зеленый цвет и отделана кевларом в тех местах, где обычно используется кожезаменитель. Кевлар, который обычно используется в пуленепробиваемых изделиях, должен обеспечить хорошую долговечность, а также отличное нескользящее сцепление. Leica Reporter ограничена 450 экземплярами и стоит на 1000 долларов больше по сравнению со стандартной версией камеры. За исключением зеленой краски и кевларовой отделки, камера в точности такая же, как и обычная версия Leica M10P. Но вы же сами понимаете, тут особо про деньги никто не думает и их не считает. Вот такие новости были на этой неделе. Если вам понравился выпуск, то, конечно же, отмечаем его своим лайком, комментируем, а также жмем на колокольчик и подписываемся на наш канал. С вами был Вячеслав Скрипник, не забывайте смотреть наши другие видосы. Всем пока!